Всем привет! Сегодня я расскажу растение, которое называется гвоздика китайская. А еще ее называют шанхайские огоньки, диантуз, божественный цветок. Гвоздика китайская это многолетнее травянистое растение, родом из Китая и Кореи. Она неприхотливая и цветущая с середины лета до поздней осени. Гвоздика китайская покорила сердца садоводов своей уникальностью. Без проблем растет в саду, домашних условиях и ранжеях. А также необыкновенная расцветка бутонов, позволяющая сделать из этого растения чудесной цветочной композиции в виде клумб, робаток и альпийских горок. За время селекции созданы огромные множества сортов китайских гвоздей. Их отличительной особенностью считается яркий окрас бутонов. Это цветы белого, вишневого, бордового, красного, розового цвета. А также их неприхотливостью в уходе. Китайская гвоздика используется для дизайна в основном такие сорта. Простые полумахровые и махровые. Окраска их может быть одной и двухцветной. Пестрой, с каймой или глазком. Размер цветков бывает разным. Они могут быть крупными, мелкими и средними. Эти изящные цветы можно встретить почти на каждом дачном или садовом участке. Еще один древнегреческий философ Теофраст в 3 веке до н.э. Называл гвоздику божественным цветком. Или цветком Зевса. И я полностью согласна с ним. Глядя на обильно цветущее растение с цветками различных оттенков, испытываешь восторг и восхищение. Сами названия цветов говорят о красоте этого растения. Бриллиант, ворожея, шарм, диана. Множество сортов позволяет широко использовать гвоздику в китайском ландшафтном дизайне. Яркие цветы станут украшением вдоль дорожки. Украсят альпийские горьки, альпинарии. Также можно использовать для озеленения балконов и беседы. Гвоздику китайскую можно высаживать с бархатцами, незабудками, в вазонах с анютиными глазками. Китайская гвоздика достойна вашего внимания. Она морозостойкая, неприхотливая в уходе. И радует долгим цветением и буйством красок. На этом все. Всем пока. С уважением, Марина.